Доброе утро, Ульяновская Дольщикам жилого комплекса «Авиатор» в новом городе обещали помочь. Ульяновцы встретились с губернатором и поговорили о материальных сложностях. МЧС заблаговременно готовится к таянию снега и массовым паводкам. Министерство Ульяновской области продолжает подводить итоги минувшего 2020 года. Для жителей Ульяновской области создадут более 2000 новых рабочих мест за счет запуска новых предприятий. В Ишиевке открылось два новых социальных объекта – детский сад и школа. В регионе стартовал 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Традиционный обзор прессы в рубрике «Пресс-ботва». Начнем выпуск с новостей проблемных. Дольщики жилого комплекса «Авиатор» в Новом Горде ждут обещанных квадратных метров не один год. В этом году на достройку объекта, застройщик которого обанкротился, выделят деньги из федерального бюджета. На стройплощадке в Заволжском районе побывала наш корреспондент Александра Никитина. Обещанного три года ждут. Так и жители новостройки жилого комплекса «Авиатор» на проспекте Маршала Устинова с 2018 года не могут получить ключи от квартир. Строительство дома началось в 2016-м, а спустя два года стройка заморозилась. Застройщик обанкротился. Сейчас у жильцов, наконец, появилась надежда к 2022 году получить долгожданные квартиры. На сегодняшний день объект курирует фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Соглашение о передаче подписано 29 апреля 2020 года. Наш фонд выступает в роли застройщика. То есть в связи с тем, что застройщик предыдущий стал банкротом, объект решением арбитражного суда будет передаваться нам. Мы государственная структура, созданная правительством Ульяновской области, и можем выполнять функции застройщика на этом объекте. И за счет тех средств, которые выделяются из федерального бюджета и регионального бюджета, мы сможем достроить этот объект и восстановить права граждан. Из федерального бюджета на строительные работы выделено порядка 300 миллионов рублей. По информации властей, средства получены с запасом. Это должно сократить возможные риски для владельцев квартир. Сейчас люди вынуждены искать себе альтернативное жилье. Так, Рафаэль Мамбятали с женой и двумя маленькими детьми живет у своих родителей. Мужчина рассказывает, все судебные разбирательства отнимают много времени. А дело так и не двигается с мертвой точки. Желательно, конечно, быстрее получить уже ключи, решить этот вопрос, чтобы он решился. Насколько сейчас объяснили, всякие экспертизы сейчас будут проходить, все это занимает время. Время, да. Надежды, наверное. Мы ждем, ждем. Чем быстрее, тем лучше. Глава региона лично встретился с обманутыми дольщиками. Как подметил Сергей Иванович, сейчас необходимо в кратчайшие сроки представить людям конкретный план по достройке дома. Помимо этого, дольщикам будет оказана социальная поддержка. Задача стоит, кому-то помочь с погашением кредита, кому-то, так сказать, порешать вопрос, если кто-то, я не знаю, дети у кого-то на платных, так сказать, закрыть эти все, так сказать, стоимость платного обучения. Если, так сказать, кто-то арендует жилье, то порешать вопрос и поддержать по оплате аренды. От устройства ребенка в детский садик до прямой социальной помощи. Каждая компенсация выплачивается адресно, исходя из особенностей конкретной семьи. Сумма выплаты варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от цели, на которую необходимы деньги. Буквально каждую неделю у нас проходит адресная материальная помощь, заседание комиссии с участием депутатов городской думы, с участием депутатов законодательного собрания, где мы рассматриваем людей, дольщиков. И по моим данным, вчера буквально мы за этот месяц рассмотрели уже порядка 100 граждан, попавших в такую трудную жизненную ситуацию. Строительство дома на личный контроль взяли и депутаты городской думы. Они же наладили обратную связь с дольщиками. Каждую пятницу на базе Ульяновской городской думы мы проводим с обманутыми дольщиками в режиме видеоконференц-связи совещание, где рассматриваем каждую заявку в индивидуальном порядке. Всего за счет средств из Федерального фонда планируется достроить 9 многоквартирных домов и восстановить права 1820 участников долевого строительства. Александра Никитина, Владимир Куликов, Уллправда ТВ. Дорогостоящее лечение, реабилитация и вопросы с жильем. Жители Ульяновской области получили возможность лично рассказать губернатору о своих материальных сложностях. Работает ли соцзащита и кому Морозов передал своеобразный привет, расскажет Виктория Черкова. Без посредников и оперативно. Губернатор провел прием граждан, на котором ульяновцы поделились своими проблемами. Социальная сфера, здоровье и ЖКХ. Предметом обсуждения стали вопросы в этих жизненно важных сферах. Инвалиду из Ульяновска необходимо приобрести дорогостоящие оборудования для передвижения в автомобиле. Отец четверых детей уверен, что сумму почти 300 тысяч рублей сам не потянет. Но дело начало продвигаться. Соцзащита и фонд «Дарь и добро» уже отозвались. 260, 800 стоит само оборудование. И плюс установка уже, собственно говоря, с мастерами. Там порядка 30 тысяч установок. Да. Ну я не знаю, мы разговаривали с Константином, вот караван Добра, который организовывают. Мы просчитывали с ним. У нас получилось 297 тысяч. Это вместе с приобретением установки. Глава региона взял на личный контроль решение этого вопроса. Морозов обозначил сроки, в которые специалистам соцзащиты необходимо уложиться. Вообще, когда вопросов никаких нет, поэтому с сотрудниками передаю, что мы точно в течение марта месяца все свои обязательства перед вами выполним, чтобы у вас была возможность передвигаться. Спасибо большое. Ребята, приятного. На этом приеме разобрали 15 вопросов. Несколько из них обсуждали по видеосвязи. Тем, кто не смог приехать из области, оказали не меньше внимания, чем остальным гостям. Затронули и тему развития сельских территорий. Глава региона заверил жителей Сурского, что в их населенном пункте построят центр бокса и пауэрлифтинга. Объект сдадут срок и дополнят его хоккейной коробкой с мобильными раздевалками. Виктория Черкова, Павел Половов, Герман Баранов. Уллправда.ТВ. Зима в этом году выдалась на редкой снежной. И не только зима, но и первые недели весны принесла обильные снегопады. Поэтому в МЧС уже приступили к подготовке к пропуску талых вод. Спасатели занимаются расчисткой русел рек и водоотводных каналов. Подготовка к весеннему половодию начинается заблаговременно. В Ульяновской области утвержден план мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС на период паводка. Пристальное внимание опасным участкам. Как показывают многолетние наблюдения, такими являются 17 населенных пунктов по области. В Ульяновской пригородной зоне это микрорайон Мостовая, поселки Дачный и Сельдь. Это Сурский район, Ульяновский район, город Ульяновск, 4 населенных пункта. Новоспасский, Николаевка, вот такие районы у нас. Будут проведены примитивные мероприятия. Но спасатели уверяют, угрозы подтопления не прогнозируются. Тем не менее, муниципалитеты уже начали подготавливать заторы опасной участки к пропуску вод. Так, спасатели Управления гражданской защиты расчищают русло реки Сельдь от повальных деревьев. Задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники. В поселке Дачный по самому неблагоприятному прогнозу будет подвержено паводковым водам 16 домов, в которых проживает 49 человек. На мостовой также очищают водоотводные каналы. Все для того, чтобы избежать подтопления приусадебных участков и домов в период таяния снега. Также специалисты Ульяновского гидромедцентра ведут наблюдение за уровнем воды в реках. В случае ухудшения поводковой обстановки спланировано 16 пунктов временного размещения населения. К новостям из профильных ведомств. Министерство Ульяновской области продолжает подводить итоги минувшего 2020 года. Так, на коллегии Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды отметили, что регион показал высокий результат в сфере жилищно-коммунального комплекса. Также коммунальщикам есть чем похвастаться и в вопросе капитального ремонта многоквартирных домов. Слово Александре Никитиной. Капитальный ремонт на 100%. Ульяновские коммунальные службы могут похвастаться выполнением плана по ремонту многоквартирных домов. К примеру, удалось реанимировать дом номер 38 по улице Промышленная. Всё благодаря инициативе самих жильцов и поддержке региональных властей. Ремонтные работы начались ещё в 2018 году. Тогда в первую очередь заменили систему отопления или по-другому погодник. Оборудование автоматически регулирует температуру в квартирах, исходя из погоды на улице. С появлением нового теплового узла коммунальные платежи снизились на 25%. Сейчас экономия по каждой квартире составляет около 1000 рублей. На этом капитальный ремонт не закончен. В доме отштукатурили и покрасили стены, установили новые клапаны мусоропроводов. Мы считаем, что мы на правильном пути. Но от того, что дом 46 лет, много и других проблем, конечно. Сделали мы в 2020 году лесичные клетки ремонт. В 2019 году мы сделали отмостку. Вот так вот. Но на этом не останавливаемся. В 2020 году улучшены жилищные условия для 15 тысяч жителей Ульяновской области. На эти цели из областного фонда капитального ремонта направлено свыше 500 миллионов рублей. О результатах проделанной работы на коллегии министра рассказали главе региона. Сергей Морозов оценивает работу жилищно-коммунального комплекса достойно. А у нас на сегодняшний день, как говорится, в старом детском стихотворении, в квартире газ и тепло. Безварийное водоснабжение, безварийное электричество. И, как следствие, достаточно спокойное и нормальное жизнеобеспечение нашей регионе. Ну и только мы сами, конечно, знаем, что нам это стоит. Именно в 2020 году впервые за последние 30 лет с нуля построены новые очистные сооружения в Новоульяновске. Водоснабжение улучшилось. Чистой водой теперь обеспечено более 128 тысяч человек. За прошлый год отремонтированы 15 водозаборов в 14 населённых пунктах. 23 водонапорные башни заменены аварийные участки водопроводных сетей. Все мероприятия, которые были запланированы, и те показатели, которые были установлены федеральными структурами, они достигнуты в полном объёме по всем национальным проектам. Планы на 2021 год нам понятны. Мы уверены в том, что мы с ними справимся. Барыш, рабочие посёлки Корсун и Сурская стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На перспективу в 2021-2022 годах будут реализованы проекты по благоустройству их исторических центров. Каждый проект получил федеральный грант на сумму 50 миллионов рублей. Александра Никитина, Артём Куранов, Управда ТВ. Побывала наша съёмочная группа и на заседании комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области. Здесь министр искусства и культурной политики региона Евгений Сидорова представил парламентариям отчёт о деятельности ведомства за 2020 год. На какие проблемные моменты обратили внимание депутаты в нашем следующем материале. Прозрачность и доступность. На заседании комитета по социальной политике в законодательном собрании парламентарии заслушали отчёты министров о проделанной работе за 2020 год. Первой выступила Евгения Сидорова, министр искусства и культурной политики Ульяновской области. С её слов, несмотря на все сложности, министерство выполнило установленный план. Удалось сохранить средний уровень заработной платы, переформатировать работу и перейти в онлайн-режим. При этом Евгения Евгеньевна отмечает, в начале весны просмотры трансляций концертов едва достигали планки в 100 тысяч. А вот уже к концу года показатели выросли в пять раз. Министр похвастался стопроцентной реализацией нацпроекта «Культура». Безусловно, мы реализовали в полном объёме национальный проект «Культура без срывов». И важно отметить, что вообще все ремонтно-реставрационные работы, закупка оборудования, несмотря на сложные условия, были исполнены в полном объёме. Мы не сорвали ни одно обязательство и ни один контракт. Однако, несмотря на структуру и тезисы, отчёт министра затянулся. Вместо положенных регламентом 25 минут в сфере культуры уделили два часа. Большую часть времени заняли вопросы и выступления парламентариев. Например, руководитель фракции КПРФ решил сконцентрировать внимание на том, что работа министерства ведётся недостаточно прозрачно. Организация мероприятий и вовсе хромает. С его слов, вина за это лежит в первую очередь на плечах противоположной фракции. Единая Россия приезжает в палатки шашлыки. Как бы не выразиться-то нехорошо. Покушали. Покушали. Выходят и говорят, мы тут всё организовали совместно с гумерантом. Спрашиваю организаторов, покажите мне, где копейка хотя бы. Вот опять улыбается. Где копейка? Ну нет, это вот всё так вот организовали. Они нам административно помогли. Чем? Затронули и тему национальных праздников. На этот счёт высказался депутат Матвей Володарский. По его мнению, в регионе каждой нации уделяют неравное количество внимания. Коммунизм и нацизм это вообще просто. Когда, понимаете, от коммуниста, который говорит, что я коммунист, как бы, да, слышишь вопрос, что оказывается для грузин Россия не родина, да, для диаспоры какие-то, да, там, деньги выделять, там, вообще грузинской диаспоры у Лермска и нету, потому что грузин, самой Грузии не хватает, и то, что у Лермска. Поэтому у нас деньги выделять на эти цели, как бы, да, там, никому ничего не надо. Вопрос о доступности детского дополнительного образования в сфере культуры был поставлен ребром. На сегодняшний день в детских школах искусств заняты около 16 тысяч детей. Однако в большинстве случаев такое образование стоит немалых денег. Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев отметил, что порой родители просто вынуждены забрать своего ребёнка, например, с танцевального кружка, из-за нехватки денег на пошив сценических костюмов. Также Василий Анатольевич предложил оптимизировать работу домов культуры, расширить количество потребителей. С его слов на мероприятия ходят одни и те же лица, а культура априори должна быть рассчитана на широкий круг людей. Предложение поддержали коллеги. В свою очередь Александр Чепухин, председатель Комитета по бюджету экономической политики, отмечает, что за 2020 год с привлечением федеральных и региональных средств были отремонтированы учреждения культуры. Без внимания не остались и сёла региона. В Мелькесском районе Никольском на Черемшане построили новый дом культуры. И сейчас проводится строительство в селе Дмитрию Помрязькино Старомайского района тоже нового дома культуры, по тому же типовому проекту, которые были ранее построены. И здесь мы, конечно, тоже экономим большие денежные средства, не заказывая новый проект, а используя те типовые, которые уже были отработаны. Вопросы депутатов касались наполнения библиотек книгами, наличия интернета, ремонта помещений, а также заработных плат. Однако в целом большинством голосов в деятельности министерства была дана положительная оценка. Отчёт был принят к сведению. Александра Никитина, Владимир Куликов, Уллправда ТВ. И ещё один из отчётов на этот раз от регионального Минздрава. Какие важные темы затронули, расскажет Алина Тихонова. В пандемийный год Ульяновское здравоохранение столкнулось с немалым количеством проблем. У жителей было много вопросов и претензий к работе поликлиник и больниц. Медики работали круглосуточно, порой рискуя собственными жизнями. Тем не менее, как считают в Министерстве здравоохранения и в правительстве, отрасль завершила 2020-й с неплохими результатами. На итоговую профильную коллегию пригласили губернатора работников медицинских учреждений. Нам пришлось с вами объединить все усилия, мы не дожидаем каких-то осложнений, принимать оперативные управленческие решения. Искать это новое, где-то даже нестандартное управленческие решения по выходу из сложившейся ситуации. 27 миллиардов рублей в 2020-м – это рекордная сумма, которую когда-либо направляли в течение одного года на здравоохранение. Основной вызов был брошен на борьбу с пандемией. На нее было выделено более 10 миллиардов рублей, в том числе и на стимулирующие выплаты медицинским работникам. В прошлом году привели в порядок ряд медицинских учреждений, завершили ремонт клиника-диагностического центра в областной детской больнице имени Горячего поликлиник номер 1, 5 и 6. В отделении микрохирургии глаза и пульмонологии областной клинической больницы прошел капитальный ремонт. У нас на 2021 год предусмотрено более 16 миллиардов рублей на территориальную программу государственных гарантий. И, соответственно, конечно, работа будет продолжаться и с федеральным фондом. И мы думаем, что ту задачу, которую мы ставим, она будет полностью выполнена в 2021 году. На 2021 год запланировано улучшение материально-технической базы сразу 95% детских поликлиник региона. Такого не было никогда за всю историю существования Ульяновского детского здравоохранения. Больницы и поликлиники оснастят самым современным оборудованием, создадут комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей. В 2022 году планируют приступить к строительству нового инфекционного здания детской клинической больницы, что позволит повысить качество оказываемой помощи и поспособствует увеличению дополнительных рабочих мест. На реализацию только этого проекта направлено 250 миллионов рублей. Сейчас разрабатывается проектная документация на ремонт детского стационара по адресу Лева Толстого, 28. В 2021 году мы тоже заходим в ремонтные работы, чтобы не только поликлинические учреждения у нас были красивые и комфортные, но и детки, получающие лечение в стационарных условиях, тоже находились в комфортном состоянии, могли получать качественную медицинскую помощь. 2021 год нельзя назвать простым. Перед регионом поставлены очень важные задачи. Недопустимо, чтобы здравоохранение отставало от других социальных отраслей. Мотивацией для дальнейшей плодотворной работы стало награждение отличившихся учреждений и работников здравоохранения губернатором Ульяновской области. Алина Тихнова, Герман Баранов, Уллправда.ТВ. В правительстве Ульяновской области новые перестановки. О смене полномочий и должностей в правительстве Ульяновской области сообщил на штабе по развитию региона Сергей Морозов. Губернатор сделал акцент на тотальную цифровизацию. Подробности расскажет Егор Титов. Внимание власти на медицину. Штаб по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов начал с вопросов здравоохранения. Глава области остановился на инциденте в городской больнице номер 3, где после ночи в реанимации умерла пациентка. Руководство Минздрава поручено проверить всю информацию о случае. Одновременно обратить внимание на другие жалобы пациентов. Наравне с тем вниманием, которое мы уделяем питанию в школах, в детских и дошкольных учреждениях, мы такое же должно быть вниманием уделять и питанию в медицинских учреждениях. Развитие доступного образования также должно находиться в приоритете. Губернатор выступил с резкой критикой руководителей, которые перенаправляют средства внутри госпрограмм. Без разрешения правительства и законодательного собрания. Глава области обратила внимание на два эпизода. В Николаевском районе сняты деньги с проектирования школы. В язык со строительства стадиона. Они направлены на другие цели. И проведем служебную проверку, и накажем всех ответственных должностных лиц. Никто из вас не имеет права, я вам еще раз повторяю, принимать такие решения. Это не ваши личные деньги. Это деньги государственные, которые утверждены законодательным собранием, правительством Ульяновской области и утверждены законом Ульяновской области, подписанным губернатором. В самом правительстве и губернатором анонсированы большие изменения. Упор делается на тотальную цифровизацию исполнительной власти. Цифровое правительство будет функционировать в виде большого координационного центра. В эту структуру войдут Центр управления регионом и Ситуационный центр губернатора. Задачей цифрового правительства заключается максимально оперативная реакция на все нарекания, требования и просьбы ульяновцев. Закрепить вопрос цифровой трансформации работы с населением, с гражданами Ульяновской области за Смекальным Александром Александром Александровичем с одновременным переводом на другую работу Колесовой. То есть не Колесова, а теперь Смекально в полном объеме будет отвечать за цифровую трансформацию в Ульяновской области, в том числе и за работу правительства для граждан. Изменения ждут и правительства для граждан. Его возглавит Вадим Павлов, ныне возглавляющий агентство технологического развития. Светлана Пенышева перейдет на другую работу. Агентство, которое будет заниматься продвижением реального сектора экономики, возглавит нынешний заместитель главы Димитровграда Альберт Гатауллин. Подобный цифровой офис появится также в социальной сфере. Почти 5,5 миллиардов рублей составили доходы консолидированного бюджета региона за первые месяцы года. Что касается консолидированных бюджетов муниципальных образований, поступило 1,144 миллиона рублей. Плановые назначения перевыполнены на 5% или 53 миллиона рублей. Основные поступления получены за счет налога на доход организации и акцизов. Выросли поступления от налога на доходы физических лиц. Губернатор отметил, что показатели достигнуты высокие. Но есть еще резервы для дальнейшего роста поступлений. Уровень безработицы в регионе составляет в настоящее время почти 2,3%. В службе занятости зарегистрировано почти 14 тысяч человек. Область подняла с 11 на 9 место по этому параметру в Приволжском федеральном округе. Для жителей региона открыто свыше 15 тысяч вакансий. Средняя зарплата по ним составляет 25 тысяч рублей. Работодатели ищут прежде всего рабочих. Таких вакансий у нас заявлено 10 699, что составляет почти 70% от общего объема всех вакансий. И послужащим, и руководящему персоналу это 31%. Губернатор отметил, что на удовлетворительные цифры заработать регион сможет выйти уже к лету. Руководители муниципальных образований будут ежедельно отчитываться перед главой области по созданию новых рабочих мест. Егор Тстов, Юрий Конехин, Управда ТВ К другим новостям. Благодаря реализации инвестпроектов в этом году для жителей Ульяновской области создадут более 2200 новых рабочих мест. Из них порядка тысячи на новых предприятиях – портовой особой экономической зоны. Какие промышленные площадки будут построены, расскажем в нашем материале. Сразу несколько новых предприятий появятся в Ульяновской области в этом году. В портовой особой экономической зоне инвесторы занимаются проектной документацией, стрессистым зданием и монтажом оборудования. Так предприятие International Aluminium Casting Ульяновск займется производством комплектующих для грузовых авто, кронштейнов, подножек, крышек и трубок. Продукцию будут реализовывать по всей России и СНГ. Наш проект рассчитан на несколько лет. В данный момент мы находимся в арендованном здании. Это здание нам любезно предоставлено портовой особой экономической зоной. Здесь мы реализуем начальную стадию нашего проекта. В арендованном здании откроется литейное производство. Сейчас рабочие монтируют литейные ячейки. В тестовом режиме предприятие заработает в конце месяца. Одновременно инвестор проектирует еще одно здание, где расположится корпус механической обработки. К строительству приступят в мае. Объем инвестиций в проект составит почти 500 миллионов рублей. После запуска второго корпуса работодателю нужны будут операторы ЧПУ, ремонтники, разнорабочие и операторы-литейщики. В целом за прошлый год резиденты ПОЭС инвестировали более 600 миллионов рублей. Сумма этого года, по прогнозам, увеличится. Сегодня задача до 2024 года включительно сделать так, чтобы она практически была в полном объеме заполнена. Это первое. Второе, не менее важное, чтобы особая экономическая зона все же работала на авиапромышленный комплекс. Планируется наладить взаимодействие работодателей и вузов, чтобы подготовить нужных специалистов. В целом, по региону корпорация развития ожидает, что более 20 предприятий крупного и среднего бизнеса введут свои объекты в эксплуатацию и запустят производство. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. В продолжении темы инвестиций. В центре Ульяновска появится конгресс-центр. На что могут рассчитывать владельцы объекта и какая сопутствующая инфраструктура будет создана, узнавала Виктория Черкова. И поработать с партнерами и самим отдохнуть. В Ульяновске строится конгресс-центр площадью в 7,5 тысяч квадратных метров. На базе отеля компании «Рэдисон» в этом году появится уникальная для нашей области площадка для бизнеса и проведения форумов. Три уровня конференц-площадей, конференц-зон, которые будут оборудованы необходимым инженерным оборудованием, видеооборудованием. Это будут большие светодиодные экраны, видеопроекторы, различные способы и варианты трансформации. Кроме конференц-залов в обновленном здании будет располагаться подземная парковка на 50 мест. Кафе на летней террасе и ресторан с панорамным видом на четвертом этаже. В этом году для российских инвесторов разработали новые условия. Стартовала программа выдачи льготных кредитов на строительство отелей. Правила предоставления таких займов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь предприниматели, инвестирующие в гостиничный бизнес, смогут получить финансирование поставки от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора до 15 лет включительно. В Ульяновской области также разрабатываются местные проекты для поддержки. Конгресс-центр и его создатели вполне могут попасть в программы развития. Объем материальных вложений позволяет. Объем инвестиций по указанному инвестиционному проекту составляет порядка 500 миллионов рублей. Это частные полностью инвестиции. Естественно, инвесторы кредитуются частично. И да, этот проект может претендовать на получение такой и федеральной, и региональной меры поддержки. По планам инвесторов, Конгресс-центр откроется в начале осени этого года. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Уллправда.ТВ Но не только новостями о возведении предприятий и бизнес-объектов была отмечена прошедшая неделя. Вести поступали и из соцсферы. В Ишиевке открылись сразу две организации – новый детский сад и школа. Здание у них одно на оба учреждения, один на двоих и бассейн. Но это не значит, что детям будет тесно. Спаренное учреждение отвечает всем современным нормам и снабжено по самому последнему слову российской техники. Уже 9 марта туда придут ученики. Подробности об учреждении нового типа расскажет Павел Половов. В Ишиевке торжественно открыли начальную школу и детский сад на 420 мест плавательным бассейном. Комплекс школа-сад станет частью структуры Ишиевского лицея имени Джорджадзе. Уже 9 марта сюда придут ученики. 120 мест – это детский сад. Причем детский сад, который примет детей начиная с раннего возраста. Тем самым мы исполняем указ президента по обеспечению доступа дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет. И 300 мест – это начальная школа. Это полноценный 25 класс комплектов. Современный образовательный комплекс станет центром просвещения районного поселка и всего Ульяновского района. Из новшеств – садик и школа в одном здании. Детский коллектив общий, что позволяет детям без стресса шагать по ступенькам образовательной системы. Школа приспособлена для внеклассной развивающей работы. Причем не только в развлекательном, но и профессионально ориентирующем смысле. Мамы и педагоги довольны. Вообще по 25 человек в классе учеников, но где-то чуть больше, потому что у нас рождаемость прям, не знаю, подскочила вверх. Если раньше в классах было, взять четвертые классы сейчас, там по 17 человек. Третий класс по 21 человек. У вторых классов уже 25-28 человек, и первоклассников тоже так же. Юлия не только педагог, она еще и мама первоклассника. Довольно классами, широкими коридорами, оснащением. Радует и то, что в лицее теперь есть бассейн. Причем тоже обустроенный по всем нормам безопасности и комфортабельности. Душевые раздевалки, новый спортзал. Губернатор осмотрел практически каждое помещение нового учреждения. Однако самым неожиданным для многих пришедших на открытие стал медицинский блок. Здесь медицинский блок. То есть начинается у нас по кабинетам. Первый идет логопед, психолог, потом стоматолог будет, зубной врач будет приходить. На базу от РБ будет приходить доктор. И детей будут лечить тут. Проводить санацию сперва, а потом уже выборочно детей будут проводить лечение. Потом кабинет, процедурный кабинет. Кроме того, будет и педиатр. Медблок образовательной организации фактически будет выполнять функции детской поликлиники. Причем здесь не будет очередей и долгой дороги в больницу. Все прямо по месту учебы. Плановые медосмотры, прививки в специальном прививочном кабинете. Быстрое оказание помощи. Медблок способен обслужить всех детей лицея. Он уже оснащен и укомплектован. Готов к работе на все 100%. Вся окружающая среда лицея, начиная от внешнего вида здания до мебели, функционально и эстетически грамотно оформлена для обеспечения физической, психологической безопасности школьников, а также для превращения лицея в уникальную школу полного дня. Павел Половов, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Развивается и транспортная отрасль региона. В каких векторах движется региональный Минтранс, расскажет Алина Тихонова. Работа общественного транспорта, ремонт дорог и новая техника. На коллегии Министерства транспорта Ульяновской области подвели итоги 2020-го, обсудили дальнейший план действий. Продемонстрировали дорожники и современное оборудование. Так, в Ульяновском аэропорту в Боротаевке приобрели новый амбулифт. Подъемник для посадки людей в самолет и машину для обработки воздушных судов зимой. До того, как мы приобрели амбулифт, приходилось вручную помогать людям руками носить самолет и выносить оттуда прямо на коляске. Сейчас вот загружаем, выгружаем с помощью этого устройства. Также среди экспонатов тракторы с насадками для сбора снега и полива растений. И кран-манипулятор. Прорывом прошлого года в отрасли стало обновление общественного транспорта. С помощью средств из областного бюджета было закуплено 145 автобусов средней вместимости. По городу начали ездить 29 современных низкопольных трамваев и львенок производства Невского завода электрического транспорта. 170 автомобилей переоборудовали для работы на экологически чистом топливе – метане. Также была создана региональная транспортная инспекция. Специалисты следят за соблюдением норм качества и безопасности пассажирских перевозок. Прошедший год стал тяжелым для отрасли, который мы, тем не менее, прошли достойно. Транспорт работал бесперебойно, обеспечивал потребности в перевозках на оптимальном уровне. Сохранили и увеличили темпы приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. Успешно реализовали мероприятие национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сделано многое, но многое еще предстоит осуществить. В 2021 году в Ульяновской области запустить четыре новых асфальтобетонных завода. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 140 километров дорожного полотна. Продолжится развитие системы безналичной оплаты проезда. Сейчас идет переход на оплату проезда с помощью транспортной карты «Тройка». Ожидается полное переформатирование маршрутной сети с учетом потребностей населения и снижение количества дублирующих маршрутов. Путем работы с федеральным центром нам удалось снизить лизинговые платежи практически на 1 миллиард рублей. Наша заявка от Ульяновской области, от агломерации города Ульяновска заняла лидирующее место в Российской Федерации. Изменения коснутся и железнодорожного транспорта. К сентябрю на пригородных маршрутах начнут работать шесть новых пассажирских вагонов. С декабря планируется начать эксплуатацию двухэтажных вагонов фирменного поезда «Ульяновск-Москва». К новостям спортивно. В Меликесском районе состоялось одно из самых зрелищных спортивных мероприятий среди охотников. Уже в четвертый раз по счету провели в районе ежегодный охотничий биатлон. Любители охоты боролись за ружье и лицензии на отстрел лося и кабана. Кто забрал главные призы, расскажет Наталья Абанина. В субботнем утром на площадке Неаровского стрельбища собрались участники одного из самых ярких спортивных охотничьих мероприятий – охотничий биатлон. Также традиционно этот спортивный праздник символизирует закрытие зимнего сезона охоты. По традиции перед началом праздника был поднят флаг и прозвучал гимн охотников России. Не обошлась торжественная часть и бесприветствие от представителей власти. Привет, друзья! Я вам желаю удачно, традиционно, с волевой силой победы провести сегодняшний день и пусть победит сильнейший. Стоит отметить, что данные состязания проходят уже в четвертый раз. И с каждым годом это мероприятие собирает все большие любители охоты в Сульяновской области и городов по Волжье. Это единственное пока у нас такое мероприятие, кроме собачьих выставок, где собираются все члены нашего области, охотники с районов. Есть время поделиться опытом, какие-то впечатления прошедшего сезона. Ну и то есть они добавляют вот какой-то дополнительный бонус, что люди находятся в организации, что они не одни, не брошенные, они все вместе. По соревноваться в сноровке, ловкости и меткости в этот день собрались 17 команд. Почти каждый охотник уже не новичок в охотничьем биатлоне. Сюда приезжаем уже участвовать в третий раз. Настрой у всех боевой. Только все собрались как бы за первым местом, кто бежит. Будем участвовать, будем надеяться, стараться, что добудем первое место, так скажем. По регламенту соревнований участники должны были пройти лыжную трассу протяженностью в 2,5 километра. При этом на пути у охотников встречалось немало препятствий, которые практически все с легкостью преодолевали. И вот заветный финиш. Уставшие, но счастливые охотники делятся своими впечатлениями. Пришел третьим, трасса хорошая и погода нормальная. Какие-то трудности были? Ну нет, ну как и положено охотить, еще труднее бывает. Каждая команда имела за спиной большую группу поддержки, которая и помогала своим присутствием дойти как можно быстрее к заветному финишу. На Бали я, конечно же, за сборную города Димитровграда. Настроение у меня отличное. Погода сегодня радует своей теплой температурой. Вообще замечательный денек, я считаю. Все располагает, чтобы отмечать, радоваться, провожать зиму. По итогам всех забегов первое и второе место в общекомандном зачете заняли димитровградцы. Также в личном зачете димитровградские охотники заняли весь пьедестал почета. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева. Специально для Улправда ТВ из Димитровграда. В Ульяновской области прошел региональный этап 10-х областных зимних сельских спортивных игр. Всего в соревнованиях приняло участие 18 муниципальных образований. На мероприятие побывала наш корреспондент Александра Никитина. От гиревого спорта до лыжных гонок. Областные сельские спортивные игры – возможность показать себя и обменяться опытом. Стоит отметить, что знаменитые ульяновские спортсмены – выходцы именно из сел. К примеру, Виталий Константинов, уроженец Чердоклинского района, завоевал золотую медаль в состязаниях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Монреале. А Юрий Захаревич из села Мокшина установил 41 мировой рекорд, самый первый из которых на чемпионате мира в Югославии. Спортсмены из 18 муниципальных образований села Ульяновской области боролись за победу в зимних сельских играх. Спортивные таланты все-таки в основном пока еще в районах, в деревнях и селах. Почему я так говорю? Ну, во-первых, я мальчишка сам деревенский, в деревне жил и приехал сюда в пятый или шестой класс. Знаю, что такое не понаслышке таскать воду, колоть дрова. То есть ребятня там все равно немножко покрепче. Свою силу Даниил Колчин из села Чеботаевка Сурского района применил в гиревом спорте. Юноша поднял две гири весом 24 килограмм каждая. Даниил признается, в своих силах он уверен. А эти соревнования не первые в его жизни. Главное – хорошая физическая подготовка и сила воли. Надо дальше идти вперед, больше делать, в два раза больше. Если не в три. Ну, победу вообще засчитываешь? Да. Готов рвать и метать. Принять участие в соревнованиях по гиревому спорту можно с 18 лет. А вот финальная планка не установлена. Так, Виталию Кузьмичу 61 год. Мужчина отмечает, после долгого периода ограничений массовых мероприятий, зимние сельские игры – настоящий праздник для спортсменов. Приятно то, что начинает возрождаться. Мы уже участвуем уже более 30 лет. Столько друзей, столько эмоций, сколько положительных эмоций. Мы встречаемся, общаемся. Приятно то, что начинает возрождаться опять. Дай Бог, что в дальнейшем все было нормально. Пока одни тягают гири, другие разминаются перед лыжными гонками. В них приняло участие около 50 спортсменов. В ряду болельщиков, помимо родителей, сибирские хаски. Семья Меньковских обычно участвует в соревнованиях вместе с четвероногими. В наартах или по-другому упряжке – четыре собаки. Сегодня же их сын выступает сольно. Сегодня мы в качестве поддержки приехали сына поддержать, потому что в тот же самый Киров он у нас едет как спортсмен на лыжах и одна собака. То есть собака через потяг привязывается к спортсмену, собака впереди, спортсмен на лыжах за ней и помчались. На торжественной церемонии открытия десятых областных зимних сельских спортивных игр губернатор Ульяновской области обозначил основные векторы развития спортивной индустрии региона. По словам Сергея Морозова, именно сейчас начинается новая эпоха в модернизации физической культуры. Преобразования пройдут по программе «Большой спорт на селе». В этом году мы предусмотрели строительство новых и модернизацию существующих сразу десяти крупных спортивных объектов сельской местности. Мы предусмотрели установку 13 крупных уличных спортивных площадок, трех площадок ГТО, девяти хоккейных кортов, причем сразу с модульными профессиональными раздевалками. По проекту в Ульяновской области реализуют комплексный подход в создании условий для занятий спорта в селах. Программа будет действовать до 2025 года. Александра Никитина, Владимир Куликов, Управда ТВ. И еще одна новость про здоровый образ жизни. В Ульяновске прошел областной этап фестиваля Всероссийского спортивного комплекса ГТО. Участники проверяли свои силы и выносливость, а вот Федерация профсоюзов презентовала новый проект. Профсоюзы планируют возродить занятия спортом на предприятиях. Проект ГТО против ковид представили на областном этапе фестиваля «Готов к труду и обороне», который прошел в легкоатлетическом комплексе «Спартак». При поддержке Министерства спорта утренняя гимнастика на производствах и проведение многоборья по ГТО вновь появятся в жизни трудовых коллективов. Для участия в программе планируется привлечь как минимум 20 тысяч человек. К реализации проекта приступят в ближайшее время. Мы уже второй год проводили спорта-киаду трудовых коллективов, именно профсоюзных организаций. И мы считаем, что это совершенно правильно. Это одна из тем, которые объединяет людей и позволяет вести здоровый образ жизни. Вот на сегодня как бы выигранный конкурс, грант именно «Готовый против ковида» позволяет еще раз сказать, что мы за здоровый образ жизни. Пандемия не стала помехой для тех, кто привык поддерживать себя в хорошей форме. На зимнем фестивале ГТО среди всех участников определили победителей в командных и личных зачетах. Основными упражнениями для успешного прохождения комплекса стали бег на 30 метров, прыжки в длину с места и наклон вперед из положения стоя. Мы вовремя включились в работу. Одними из первых Российской Федерации открыли онлайн-подготовку к выполнению. И население Ульяновской области в период пандемии активно выполняло нормативы, подготавливалось у себя дома. Ограничений по возрасту не было. Чтобы выполнить упражнения, в Манеж приехали как школьники, так и представители серебряного возраста. Больше ста человек приняли участие в областном этапе. Сдать нормативы на региональный этап приехали участники из пяти муниципальных образований. Сейчас самый главный проект это стимуляция тех людей, которые будут сдавать данные нормативы, получать эти знаки, соответствующие, чтобы на рабочих местах их поощряли, чтобы в студенческие годы тоже поощряли студентов какими-то баллами, либо дополнительными стипендиями. Сейчас данный законопроект будет разрабатываться нашим региональным оператором ГТО и мы будем уже утверждать на заказательном уровне. По словам министра Ульяновской области, необходимо обеспечить комфортные условия для сдачи нормативов. Ряд проектов по программе «Готов к труду и обороне» будет реализован уже в этом году. Алина Тихнова, Юрий Ломатов, Уллправ.ДТВ К новостям культуры. 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха и имена» ворвался в культурную жизнь Ульяновска. Блестящую хореографию представил знаменитый ансамбль «Эльбрус». Чем артисты удивили зрителей и почему танцоры избегали прикосновений, узнавала Виктория Черкова. Горные ритмы, удаль кавказских мужчин, гордая осанка и грация девушек. Народный танцевальный ансамбль «Эльбрус» из Карачаева-Черкесской республики открыл 59-й международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха и имена». Перед началом самобытного концерта с руководителем коллектива познакомился Сергей Морозов. Уважаемые артисты государственного ансамбля танца «Эльбрус», от имени жителей нашего региона, от имени государственной власти Ульяновской области горячо и сердечно приветствую вас на нашей земле. И сердечно благодарю за участие в одном из главных культурных событий нашей страны и региона в 59-м международном музыкальном фестивале «Мир, эпоха и имена». После официального приветствия артисты эффектно представили себя публике. Символично, что в этом году многонациональная Карачаево-Черкесская республика отмечает столетие со дня основания. К важной дате танцевальный коллектив подготовил настоящий хореографический калейдоскоп. Абазинский, Черкесский, Карачаевский и Ногайский. У каждого этноса свои костюмы и нюансы характера. Черкесы, Абазины, Карачаевский – более кавказский народ. А есть у нас народ Ногайцы, который больше степня Киева. Приходится и эту сторону отражать. У нас визитная карточка нашего коллектива. Это хореографическая композиция «Мы живем под Эльбрусом». Все эти народные танцы объединяет символизм. Женская партия олицетворяет лебедя, скользящего по водной глади. Шагов по сцене не видно. Завораживающего эффекта танцовщицы усердно добиваются на репетициях. Мужская хореография отличается силой, ловкостью и потрясающими трюками. Вдохновил на эти движения «Горный орел». Безусловно, в этих танцах есть место проявления любви и симпатии. Но подают их через призму скромности и взаимного уважения. В основном танцы говорят об отношении мужчины и женщины без прикосновений, без ничего лишнего. Просто их разговор в танце. После выступления на нашей сцене Эльбрус отправится со своей программой дальше по городам России. А фестиваль «Мир эпоха имена» продолжит удивлять горожан и жителей области. Музыкальная феерия от лучших исполнителей продлится до глубокой осени. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. С 1 марта в эфире телеканала Уллправда ТВ начала выходить новая передача «Доброе утро, Ульяновск». Это трехчасовое утреннее шоу, начинающееся в 6 утра. В передаче собраны сюжеты различной тематики. Кулинарные рецепты, зарядки, советы по мужскому и женскому стилю, инфографика о здоровье, детские рубрики и лайфхаки для родителей. А также большое количество сюжетов и материалов об Ульяновске и Ульяновской области. Вместе с нашим утренним шоу зрители узнают последние новости региона, смогут путешествовать по просторам родного края. Мы расскажем о архитектурных и иных достопримечательностях и о том, чем гордится Ульяновская область. А также об ульяновцах различных профессий. Напоминаем, что передача «Добрый утру Ульяновск» выходит по будням с 6 до 9 утра. Также с 1 марта незначительные изменения претерпела программа передач. Теперь вечерний выпуск новостей перенесен с 22.30 на 23.00. А художественный фильм теперь будет ежедневно начинаться в 9 часов вечера. Программу передач можно посмотреть на нашем сайте ulpravda.ru в разделе Ulpravda.tv. В конце выпуска традиционный обзор прессы от нашего неутомимого обзревателя Антона Картошкина. Здравствуйте, дорогие зрители и друзья телеканала Ulpravda.tv. Вы смотрите вашу любимую и долгожданную рубрику «Пресс-ботва». Как и прежде, с вами Антон Картошкин. И сегодня я расскажу, на мой взгляд, о наиболее интересных статьях, репортажах и заметках, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Еженедельник «Народная газета» рассказывает о самых популярных подарках к Международному женскому дню 8 марта. Традиционный рейтинг возглавляют цветы, ювелирные украшения и сувениры. Такую статистику отмечала одна исследовательская компания на основании платежных операций по картам 5-ти миллионных клиентов банков во всех регионах России в марте 2020 года. В эту пору в цветочных магазинах спрос вырастает в 6 раз по сравнению с иными периодами. Для ювелирных издений показатель увеличивается в 3 раза. Покупки сувениров совершают чаще на 95%. В среднем на приобретение цветов россияне тратят более 1300 рублей, на украшения около 6000 рублей, а на сувениры – 910 рублей. Ваня Сонин сообщает об итогах розыгрыша за подписку на любимую «Народку». Для участия в конкурсе были отправлены несколько сотен заявок от подписчиков со всей области. Все действие напоминало встречу старых друзей. В этом году суперприз «Электросковородку» вручили подписчице «Народной газеты» с 30-летним стажем Валентине Михеевой. Как признается сама 91-летняя горожанка-подписчица, «Сковородка» ей очень нужна. В ее семье невероятно любят блины с чаем. А вот в Ишеевке, где газета лидирует по числу подписчиков, в неописуемый восторг пришел Анатолий Мальков, когда узнал, что стал победителем новенького пылесоса. Он также является подписчиком с колоссальным стажем. Вот как и еженедельненький отзывается сам пенсионер. Я вашу газету от корки до корки читаю в обязательном порядке. Все интересно. Я также присоединяюсь к поздравлению. Раздел «Качество жизни» поднимает тему здорового питания. Однако, как известно, на правильное питание уходит достаточно много времени. После насыщенного трудового дня иногда бывает лень изобретать что-то диетическое. В таком случае на помощь приходят консервы – овощные, мясные или рыбные. Чем же они хороши, а чем плохи, читаем на страницах на ротке. Здесь же берем на заметку ценные советы о том, как правильно хранить консервы. Рядом колонка о золотой середине в правильном питании. Налегаем на овощи и фрукты, чтобы к лету снова привести свои тела в порядок после зимних зажоров. Рубрика «Будь здоров» обеспокоена трендом среди женщин, которые спешат расстаться со своими пышными формами. Сегодня в моде небольшая женская грудь. Как отмечает психолог Евгения Лютова, желание изменить что-то во внешности бывает связано с беспочвенными комплексами, сформировавшимися из-за того, что кто-то раскритиковал внешность. Что еще заставляет женщин идти на операцию по уменьшению груди, читаем на страницах еженедельника. В заключение коротаем время за разгадыванием увлекательнейшего кроссворда. И, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярного еженедельника. К национальным изданиям. Газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает о том, что 7 марта свой юбилей отмечает талантливая женщина, художница, журналистка, писательница, певица, рукодельница, солистка чувашского ассамбля «Полнай» Нина Никитична Играшкина. Более 20 лет она работала журналистом в редакции газеты «Канаж», однако и сегодня она поддерживает связь с редакцией. В газете нередко печатаются ее рассказы, а коллектив издания от души поздравляет свою коллегу с юбилеем и наступающим международным женским днем. Подробнее об этом в материале «Женщина, умеющая видеть, чувствовать и показывать красоту». К районным газетам еженедельник Ульяновского района «Родина Ильича». Журналист Ксюша Воронова рассказывает о том, как накануне международного женского дня 8 марта сотрудники полиции по традиции поздравляют женщин-ветеранов органов внутренних дел. Так, в преддверии праздника сотрудники ГИПДД поздравили Кавсарию Гаязовну Галееву, мать старшего лейтенанта полиции Радика Галеева, которые в должности старшего инспектора ДПС погиб при исполнении служебного долга. Вместе с цветами полицейские постарались подарить атмосферу праздника и частичку своей заботы. Подробнее об этой теплой новости на страницах районки. Журналист старомаинских известий Ириша Копцева также продолжает тему счастливого материнства в канун самого прекрасного женского праздника 8 марта. Она предлагает вниманию читателей истории старомаинки Юлии Быковой, которая рассказывает об успехах детей в своей семье. Также Копцева рассказывает историю успеха районного хореографического ансамбля «По танцуем» Дмитриева-Помрязкинской школы, который стал дипломантом третьей степени второго всероссийского фестиваля конкурса хореографического искусства «Пантера-2021», прошедшего в городе Казани. Интригующие подробности ошеломляющего успеха читаем на страницах известий. Не забываем, что речь идет о «Си». На странице газеты «Новое время» базарно-сысганского района директор района ДШИ Инна Фокина сообщает о том, что в рамках госпрограммы развития образования нацпроекта образования 26 фортепиано марки Михаил Глинка поступило в 25 детских школ искусств Ульяновской области. Базарно-сысганское ДШИ также стало счастливым обладателем этого прекрасного инструмента. Основная задача всех ДШИ в нашей стране – это подготовка талантливых выпускников к дальнейшему профессиональному становлению. С этой целью с 2020 года порядка 23 миллионов рублей выделено из федерального, регионального и местного бюджетов на приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования. Здесь же на полосе Маша Колотина рассказывает о женском и материнском счастье Кадрии Нестеровой, о том, что быть мамой двоих мальчишек – это непростой труд. Читаем на страницах «Нового времени». Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Наш с вами любимый Саша Агапов рассказывает об ульяновской команде ватерполистов «Спартак», которые завоевали главный трофей межрегионального турнира в Оренбурге, посвященного Дню Защитника Отечества. Путь к победе оказался воистину тернистым. Глубокой ночью на трассе близ Оренбурга у автобуса, который вез наших спортсменов, сломался двигатель, и ребята фактически оказались в морозном минус 30-ти градусном плену. Несмотря на эти сложности, спортсменов из Ульяновска не оставили в бите коллеги из Базулука. Как рассказал руководитель ульяновской делегации Артур Алимов, это неурядица нас не сломила, а наоборот еще больше сплотила, и уже добравшись до места, мы всех победили. Триумф Ульяновска – это следствие продуманных тактических решений тренера команды Михаила Каменского. Успех спартаковцев закономерен, ведь даже в разгар пандемии они не сидели без дела. Подробнее об этом в материале в Оренбург с приключениями «Домой с победой». Также о других заметных спортивных новостях читаем на страницах Вестника «Чемпион». К региональным журналам. Не могу обойти стороной февральский номер детско-юмерческого журнала «Симбик». История о снежике и горике и новогоднем чуде Славяны Бушневой открывает раздел с прозой «Сказка». В разделе «Пытливый ум» поднимается и обширно раскрывается тема растительного молока. Какие бывают виды растительного молока и как приготовить такое молоко в домашних условиях, иллюзорно и пошагово показано на страницах журнала. Исследовательскую работу выполнили учащиеся третьего В-класса ицея Преул ГТУ номер 45. Рубрика «Мир творчества» рассказывает о самом зимнем русском художнике Константине Ионе. Тема зимних пейзажей в его творчестве занимает особое место. Даже названия картин говорят сами за себя. Это и лавра зимой, и зима Ростов-Великий, и волшебница зима, и русская зима Легачева. Художник мастерски использовал близкие по спектру оттенки буквально белыми красками на белом фоне. От этого пейзажи выглядят очень натурально. Такое умение управлять светлыми красками, чуткое их понимание по-настоящему удивляет и показывает уровень мастерства живописца. Раздел «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах, как корова на льду, что означает неловкие, неумелые и неуклюжие действия, и неуверенные передвижения, и как курица лапы. Фразеологизм, который лучше всего способен изобразить неразборчивый почерк. Рубрика «Переменка» предлагает своим читателям найти двух одинаковых коровок из бешеного разнообразия, а также найти 10 отличий на стоп-кадре любимейшего мультфильма «Ну, погоди». В заключении для любимых и дорогих мам, бабушек, сестер или одноклассниц, юным творцам предлагают сделать бумажные композиции с цветами, а также в праздничную рамку вклеить фотографию с любимыми женщинами. Журналист информационного портала «Управда.ру» Лена Шичкова выясняла, какие цветы больше всего любят женщины в праздничный день 8 марта. Большинство считает, что самый популярный цветок в этот праздник – тюльпан. Как говорит хозяйка флористической мастерской «Майский жук» Виктория Галимзянова, дарить его – это своего рода традиция. Не менее популярными и символичными являются мимоза и сухоцветы. Также цветоводы предлагают альтернативы других весенних цветов. Например, букет из гиацинтов будет излучать аромат сирени, нежнейшие ранункулюсы – прекрасный аналог пионов, а тоненькие лепестки анимонов – почти как юбочки балерин. Также можно подарить и собранный букет. Выбор цветов сейчас очень большой. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Управда.ру» и «Медиа 73». Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменно обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите ежедневные итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а результаты семидневки опять подведем в конце недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok